Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. От этой улицы до притоки реки Обь примерно метров 250. Все дачные участки в садовом обществе «Геолог», расположенные ниже, оказались затоплены. Вода пришла, как и обещали. Десятки дач в Первомайском районе Новосибирска оказались затоплены. Пора ли собственникам менять автомобили на резиновые лодки? Когда каждая секунда на счету, как новосибирские спасатели вызволяли условных пострадавших из горящего вагона метро? Это сложная мальформация, которая требует сложного доступа. Нужно одновременно поставить катетеры через артерию и через вены. Дойти до мозга через бедренную артерию. Опыт новосибирских хирургов изучают специалисты из Европы и Азии. Резиновые сапоги и лодки. Больше 20 дачных участков в Первомайском районе мегаполиса оказались затоплены после сбросов на новосибирское ГЭС. По данным спасателей, уровень воды на реке Обь превысил 380 сантиметров. Борис Киргенеков выяснил, как дачники встретили большую воду и что ждать от природы в ближайшие недели. В Первомайский район, дачное общество геолог. Вода начала приходить рано утром, когда 8 часов с новосибирской ГЭС сброс увеличили до 4600 кубометров в секунду. На месте работают спасатели. Участок Валентины Сергеевны вода пока не тронула. За сутки уровень поднялся на 20 сантиметров выше неблагоприятного. Но этого хватило, чтобы испортить грядки на десятках участках. В 2015 году было очень сильное затопление. Мне, если по пояс, муж убежал, нас с мамой отправил. Тут стояло вообще все. Под крылечко была вода. Если бы знали, что так будет, мы бы никогда ее не стали покупать. Ну, купили, а теперь уже вложились и жалко просто ее бросать. Паники в обществе нет. Кто-то даже остается на выходные. Вода только в огородах. Привыкшие к паводку дачники уверены, это только начало. От этой улицы до притоки реки Обь примерно метров 250. Все дачные участки в садовом обществе «Геолог», расположенные ниже, оказались. Затопленная вода продолжает пивывать. Судя по резиновым сапогам, сейчас на этой улице вода примерно 30 сантиметров. С обеда в обществе дежурят спасательные отряды. Им пока только профилактика и мониторинг. Ведется подворовый обход. В случае необходимости дачникам будет оказана адресная помощь. Задействованы комплексные системы экстренного оповещения населения каждые два часа. Дачников инструктируют, информируют по текущей ситуации. Решение об увеличении сброса воды на ГЭС приняли из-за наполнения Новосибирского водохранилища. По прогнозу синоптиков, вторая волна паводка дойдет до Новосибирска в середине июня. Чтобы избежать чрезвычайной ситуации и затопления сотен дачных участков, воду решили спускать постепенно, не дожидаясь критических отметок. Основным источником пополнения или увеличения водности являются снегозапасы в горах Алтая, которые у нас в настоящее время имеются только на высоте более 2000 метров. Соответственно, вот эти факторы, они сейчас и определяют. Чем выше температура, тем больше интенсивность снеготаяния и тем больше водность. В последнюю неделю мая в горах Алтая будет жарко, около 25 градусов тепла. До нас вода дойдет в течение 10-12 дней. Решение о дополнительном увеличении сброса воды на ГЭС специалисты Верхнеобского управления примут 26 числа, когда будет готов прогноз на первую декаду июня. Дачникам остается надеяться, что погода будет солнечной, сухой и не сильно жаркой. В противном случае вместо автомобилей придется использовать резиновые лодки. Борис Киргенеков, Евгений Агеев, Новости ОТС. Экологическое бедствие на границе Барабинского и Купинского районов накануне прорвало дамбу, из-за чего рыба из озера Чины вместе с водой хлынула на луга. В результате дорожным строителям пришлось спешно восстанавливать водную преграду. Подробности в сюжете Галины Распупиной. Карась от металл икру, хотел вернуться в озеро Чины, но у него нет такой возможности. Десятки рыб оказались западнее. Обрушение дамбы заставило поменять привычный путь карасей и окуней. Здесь произошел размыв дамбы, и с большого чана вода пошла на луга. Соответственно, выход рыбы с озера Чан. Карась, в том числе окунь, также уходил по течению. Ну и соответственно на нерест рыба идет где теплее. Экологи и рыбнадзор сразу же установили контроль на участке прорыва дамбы. И не зря. Любителей легкой добычи оказалось немало. Рыбу можно просто поднять с земли руками. Сюда был отправлен экипаж. Были составлены административные протоколы на незаконный промысел рыбы. В нерест. Ну и также была разъяснительная работа на данный момент. Как видите, незаконного промысла здесь нет. Восстанавливать прорыв принялись еще накануне. Завезли щебень, глину. Теперь, говорят строители, прочность дамбы выше. А значит, подобного схода рыбы больше быть не должно. Забили эту протоку, чтобы рыба не уходила и вода с Чанов. Тут-то крепкая щебенка, что не должно промыть. Укатал, как положено здесь все, трактором. Но расслабляться пока рано, уверены эксперты. Вода в озере Чины прибывает. Поэтому специалисты проводят ежедневную проверку всех защитных сооружений на берегах. Галина Распупина, Сергей Шевченко. Почти 2 миллиарда рублей власти региона выделили аграриям на проведение весенних полевых работ. И больше четверти площадей уже засеяны. Сегодня во время пресс-тура журналистов ознакомили с ходом посевной в Искитимском районе. Подробнее Виктория Рыжих. У аграриев Искитимского района работа идет полным ходом. На этом поле уже произвели подкормку, обработали от вредителей и болезней, применили стимуляторы роста, чтобы урожай был достойным. Зерновые остались на уровне прошлого года у нас. 7 тысяч гектар зерновых. В этом году мы еще добавили 535 гектар рапса. Увеличили посевы гречки до 1500. В прошлый год у нас уже 400 гектар было. В прошлом году хозяйство приобрело пивоваренный ячмень. Спрос на культуру есть. И есть уже первые заказчики. Новосибирск, Барнаул и другие города. Всего в области осенью посеяли 70 тысяч гектаров озимых культур. Однако не везде растения зиму пережили благополучно. Например, в этом хозяйстве 300 гектаров придется пересеять. Вроде бы и погода мягкая была зимой, а зима на этом поле не выжила. Конечно переживаем. Это сколько труда, сколько затрат. В Искитимском районе процент гибели озимых несколько выше, чем в среднем по области. А это влечет за собой дополнительный объем работ, а следовательно и расходы. Диверсификация. Вот приоритет в работе аграриев. Надо засеивать поля различными культурами. Тогда доход будет больше. В этом году уже более 36 тысяч гектаров будет посеяно гречки. Это маржинальная культура. В этом году увеличены посевы рапса, подсолнечника. В этом году впервые на территории области более 9 тысяч гектаров по плану будет посеяно сои. Это та культура, которую мы завозим порядка 145 тысяч тонн только для лицеводов в нашей Новосибирской области. Яровых культур засеет 9,5 тысяч гектаров. Увеличат в этом сезоне насыщенность почвы минеральными удобрениями. 10 килограммов на гектар против 8,5 в прошлом. Внесено больше и органических удобрений. Полевые работы должны завершить к 10 июля. Не забывают в хозяйствах и о животноводстве. Все больше фермеров переходит на беспастбищное содержание. Коровы получают свежую траву с весны до осени вместо силоса. Так, можно увеличить надои молока на 20 литров. В регионе лидеры по такому содержанию – Маслянинский, Каргатский, Баганский и Искитимские районы. Виктория Рыжих, Алексей Погодин. Новости ОТС. С 24 по 27 мая в Новосибирске пройдет шестой международный форум «Транспорт Сибири». Представители железной дороги, авиакомпании, флоты и грузоперевозчики обсудят перспективы развития отрасли. Кроме того, в эти три дня будет работать специализированная выставка индустрии транспорта, складской логистики и инфраструктуры. По словам экспертов, в Новосибирской области нужно восстанавливать утраченные в регионе транспортные узлы. К примеру, порт Тошара в Машковском районе некогда наполовину разгружал Новосибирский порт. На форуме обсудят возможность его восстановления и создания необходимой инфраструктуры. Примет участие компания из 18 субъектов Российской Федерации. Это в одной выставке «Транссибирь» 35 государственных и коммерческих организаций – Новосибирска, Москвы, Набережных Челнов, Томска, Твери, Нижнего Новгорода, Забайкальска, Челябинска, Кемерово, Екатеринбурга, Самара, Санкт-Петербурга, также Белоруссии, Китайской Народной Республики. Кто всегда готов, всем ребятам премьеры готовятся стать комсомольцем. Сегодня отмечают 95-летие Всесоюзной пионерской организации. В Новосибирской области к этому юбилею приурочили региональный форум детских общественных объединений «Я гражданин России». Самые активные смогли принять участие в различных акциях, интерактивных играх, семинарах и выставках. На финальном мероприятии побывали и мои коллеги. Валерий знает, как сделать самолет, чтобы он хорошо летал. Учится в четвертом классе, но уже в курсе основ аэродинамики, потому что интересно. Говорит, время остается и на общественную работу. Занимается в детской организации. Объясняет. Мы, как современные пионеры. А кто такие вообще пионеры, знаешь? Пионеры – это такое движение, которое защищает природу, например. Хотел бы стать настоящим пионером? Конечно, хотел бы, потому что это было бы очень честь для меня. О чести и высоком доверии рассказывают сегодня те, для кого красный галстук – не просто деталь одежды. Торжественное вступление в пионеры – событие, которое многие запомнили на всю жизнь. Это было далеко-далеко на севере, на Колыме. Это было очень трогательно, это было очень ответственно. Вы знаете, такое впечатление, вот я бы сейчас сравнила, это как в космос. Потому что это и физическая нужна была, это подготовка, внешний вид, знания, клятвы. И самое главное – ответы на те вопросы, а почему ты вступаешь в пионеры. Ко дню пионерии приурочили региональный форум детских общественных объединений. В концертном зале филармонии десятки организаций. Здесь и юная армия, и российское движение школьников, и юные инспекторы дорожного движения, и даже современные пионеры. Организации, которые объединяют детей, где ребятам действительно интересно и удается воплотить в жизнь мечты. Так в авиастудии детского технопарка «Академгородка» девятиклассники Владимир и Александр создали дирижабль-ретранслятор. Там две шары с гелием, соединены в одну оболочку и двигатели, которые позволяют ему управлять. Вот он, получается, передает картинку на экран из камеры, и можно наблюдать за происходящим сверху. Сегодня новые детские объединения, говорят в правительстве регионов, приходят на смену пионерии, не отменяя, а продолжая лучшие традиции. Знаете, как окунуться в далекую-далекую юность своей жизни? И даже по этому поводу сегодня красный галстук одел. Он, правда, не с тремя концами, не как тот пионерский галстук, который мы каждое утро гладили, а повязывали на рубашку и отправляли в школу. Сегодня тем, кто внес большой вклад в развитие движения детских общественных организаций регионов, вручают юбилейные медали «80 лет Новосибирской области». Наставники уверены, главная задача взрослых – поддерживать инициативу юных и активных. Сегодня в зале больше 800 ребят с горящими глазами. Многие из них работают над проектами, представят которые 29 октября, в день рождения комсомола. Наталья Цопина, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. В линейке японских автомобилей в следующем году появится новая современная модель. Какая – пока секрет. Об этом объявили представители компании на официальном открытии нового дилерского центра. О перспективах развития новой точки продаж расскажут мои коллеги. Просторный шоурум, новенькие автомобили и полный комплект сервисного обслуживания. Возвращение японского бренда в Новосибирск – значимое событие для автомобилистов. Временное отсутствие официального дилера стало проблемой. Машины и оригинальные запчасти водителям приходилось искать в соседних городах – Омске, Красноярске и Барнауле. Несмотря на сложный период, мы всегда оставались на связи с нашими клиентами и предлагали им различные варианты по решению их текущих проблем. Ни один клиент не был забыт. Сейчас мы в полной мере. И с ответственностью можем сказать, что с нашим новым партнером мы сможем вывести наш бренд Mitsubishi на качественный новый уровень Новосибирске. Кульминация церемонии – презентация нового Pajero Sport с дизельным двигателем. В Новосибирск автомобиль приехал два дня назад и уже нашел счастливого обладателя. Три дня назад жене машину пришли покупать. Посмотрели, посмотрели. Я говорю, а что это такое за машина? Он говорит, что Pajero Sport новый. Но меня интересовал дизельный вариант. Здесь был бензиновый. Я говорю, бензиновый нет. И я понял, что, вернее, неправильно понял, что дизельных вообще нет. А тут вышел в интернет, написал, оказывается, есть. Возвращаюсь на следующий день сюда и говорю, а дизельный есть? Она говорит, на подходе. Ну, я и записался. В новом центре для поклонников бренда – любимые модели внедорожников и кроссоверов. Совсем скоро на российский рынок выпустят долгожданный Eclipse Cross. Разрабатывают и концепцию компактного внедорожника. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по подбору автомобиля, по финансовым всем продуктам. Это страхование, кредитование, лизинг. Также у нас на сегодняшний день очень, так скажем, развита система детейлинга. То есть мы подготавливаем автомобиль полностью, начиная от химчистки, заканчивая нано-керамикой, полимерными покрытиями, пленками. Дилерский центр Mitsubishi на станционной 88 приглашает всех на тест-драйв новых автомобилей. Каждый покупатель сможет уехать на автомобиле прямо в день покупки. Возможен и обмен старого на новый в рамках программы Trade-in. Для всех поклонников бренда действуют различные сервисные программы и предложения. Надежный девиз компании. На известный японский бренд можно положиться. Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. На самом деле очень много людей, которые вообще не имеют представления, что это такое. В голове какие-то мифы сидят, как передается вид. Тяжело быстро перестроиться с одной команды на другую, потому что понимали здесь очень большое количество мастеров. И порой они показывали нам в своей агрессии, в своих атакующих действиях, что они могут и посадить команду. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Делать управление... Исправиться от так называемого... На улице с каждым днём... Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. В условиях максимально приближенных к реальным минувшей ночью новосибирские спасатели провели крупные межведомственные учения на станции метро «Студенческая». Подробности у Андрея Баева. По легенде учений, в одном из вагонов подземки произошла авария. Машинист протянул состав до станции, но половина поезда осталась в тоннеле. В результате пожар и десятки пострадавших. На место ЧП прибывают сразу несколько отрядов спасателей. Первыми на перрон спускается звено разведки. По ходу движения разворачивают и первые пожарные рукава. После осмотра вагонов находят нужный. Седьмое, седьмое, седьмое обнаружено опять в вагоне. Видим, где занимаются эвакуацией. Осмотр каждого пострадавшего. Тут же на месте постановка предварительного диагноза и эвакуация из поврежденного вагона. Параллельно на станцию продолжают прибывать расчеты аварийно-спасательных служб города и области. Вестибюль задымлен. Работать приходится в дыхательных аппаратах. Но это не единственная особенность спасения в подземке. Сложности это то, что расстояние или размеры вагонов они небольшие для работы. Поэтому сложности возникают при выносе пострадавшим. Для этого используются двери проходы меж вагонов. Не боковые, которые сразу на платформу, они широкие. А межвагонные двери, но они узкие. Вы знаете, наверное, видели. Ну и также сложность представляет это при проведении работ в тоннеле. То же самое. Зауженные проходы, узкие пространства. Отдельный этап спасательной операции – транспортировка пострадавших на поверхность. После эвакуации условно пострадавших из вагона метро и оказания им на месте в вестибюле первой медицинской помощи спасатели эвакуируют уже на носилках пострадавших наверх, где их ждут профессиональные бригады скорой медицинской помощи. Одна за другой бригады медиков отрабатывают оказание первой помощи пострадавшим. Чтобы работать в подобных реальных условиях, говорят спасатели, такие учения просто необходимы. Не каждый день в метро работаем, поэтому нужно и психологически к этому быть готовым, и физически, потому что поднимать пострадавших бывает очень тяжело, и в четвером в аппаратах эта практика нужна. С небольшими шероховатостями и то не влияющими на жизнь и здоровье как спасателей, так и пострадавших, силы всех ведомств справились с поставленной задачей. Общая оценка учений – хорошо. Андрей Баев, Алексей Зубило, Новости ОТС. Врачи клиники Мишалкина делятся опытом с коллегами со всего света. Сегодня на международной конференции обсуждали методы и преимущества эндоваскулярной нейрохирургии. В Новосибирске проводят до тысячи подобных операций в год без открытого вмешательства. Тему продолжит Екатерина Киселева. Без разрезов, острой боли и постоперационной госпитализации. После нейрохирургического вмешательства пациента выписывают уже на следующий день. Врачи предельно сосредоточены. В России предстоит довести микрокатетер прямо до сосудов головного мозга, начиная от бедренной артерии. Сегодня операция высшей категории сложности. Этот клубок спутанных сосудов или мальформация разорванная. Раньше подобные образования устраняли только путем открытого вмешательства – трепанации черепа. Это пациент, который перенес обширное кровоизлияние. Он лечился у себя по месту жительства. Это сложная мальформация, которая требует сложного доступа. Нужно одновременно поставить катетеры через артерию и через вены. И техника с таким красивым названием – кисинг-техника, когда через два катетера одновременно вводятся эмболизаты, работаешь одновременно двумя руками. Мальформацией головного мозга – врожденная патология. Проявляется чаще в подростковом или зрелом возрасте при большой нагрузке. Как у Виктории Ахуновой – девочка-десятиклассница, занимается баскетболом и волейболом, готовится к выпускным экзаменам. Год назад стали беспокоить сильные головные боли, сделали рентген головного мозга. Как объяснили, что вообще странно, что ты дошла до 16-ти, вот это вот был шок. Там нормально дальше пошло. Потом начали в больнице, квоту выпили, ну и дальше нормально все. В принципе, не так страшно. Позавчера Вика вернулась в свою палату из операционной, а уже завтра отправится домой, в республику Башкортостан. Операцию проводили под наркозом. Девочка признается, что почти ничего не почувствовала. Выполнять репанацию, особенно в столь юном и раннем возрасте, никто не хочет. Особенно родители не желают этого. В том числе и взрослое население. Они не хотят, чтобы им резали голову. Мы предлагаем иной выход. Мы предлагаем эндоваскулярное лечение через функцию бедренной артерии. Мы специальным инструментарием заходим в сосуды головного мозга. Специальный, опять-таки, инструмент, микрокатетер устанавливается в саму мальформацию. И вводятся специальные клеевые композиции. Сегодня операции транслируют онлайн из Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга в рамках международной конференции. Специалисты из Европы и Азии в дискуссиях, спорах и обсуждениях ищут новые модификации и подходы в эндоваскулярной нейрохирургии. Например, врачи из Азии уже используют лучевую хирургию вместо эндоваскулярной. Сегодня спорят о том, какой метод лучше. Ведь в споре рождается истина. Екатерина Киселева, Олег Сырков, Новости ОТС. В Новосибирской области стартовала серия мероприятий по борьбе со СПИДом. Главная цель – повысить уровень информированности населения о смертельно опасном вирусе. Сегодня на брифинге в правительстве региона подвели предварительные итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид», посвященной Международному дню памяти жертв этой болезни. Подробнее Рута Келлер. Проверить ВИЧ-статус за 15 минут – это не шутки. При этом не надо сдавать кровь, ждать результата несколько дней или платить баснословные деньги. Такой мобильный пункт работает каждый день. Останавливается в оживленных местах. Желающие узнать свой ВИЧ-статус находятся всегда. Для того, что сейчас, в принципе, большая угроза есть по Новосибирску, вспышки ВИЧа, они стали чаще, чтобы просто знать, удостовериться. Как бы и так уверен, но мало ли. По словам консультантов, сегодня нелюдно. Обычно приходится принимать десятки пациентов. Среди них как молодые, так и люди в возрасте. К сожалению, вирус иммунодефицит обнаруживают и в том, и в другом случае. На самом деле, очень много людей, которые вообще не имеют представления, что это такое. В голове какие-то мифы сидят, как передается ВИЧ. То есть, когда начинаем разговаривать с клиентами, сдаем вопросы, люди не знают ответы на эти вопросы. Ну и, соответственно, приходится проводить полноценную консультацию и рассказывать о способах передачи. Сегодня в области насчитывают 34 тысячи ВИЧ-положительных. 10 тысяч из них нуждаются в терапии. Препаратами, по словам специалистов, обеспечены все. Сегодня в спеццентре ведут прием до 13 инфекционистов в день. Среди узких специалистов работают дерматолог, педиатр. Кроме того, ВИЧ-инфицированных обязаны проконсультировать и принять и в любой районной поликлинике. Современный уровень медицины, он позволяет данную категорию пациентов не изолировать. И не надо из них делать каких-то искусственных стигматов, куда-то, извините, заводить их в какое-то отдельное учреждение. Это учреждение обносить колючие проволоки и никого туда не пускать. Это не требуется. Есть гораздо более серьезные заболевания, которые протекают более злокачественно. Эти пациенты также лечатся в открытой сети. Но, как показывает практика, пока общество не готово настолько близко принять людей с таким заболеванием и понять простую истину. Вирус иммунодефицита не передается воздушно-капельным путем, через рукопожатие и поцелуи. С ВИЧ-позитивными можно дружить и даже жить. Рута Келлер, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Вековой юбилей. Сотрудники полиции поздравили старейшего ветерана фронтовика органов внутренних дел на транспорте со столетием. В честь юбилея в гости к старшине милиции в отставке Петру Короткевичу приехал начальник окружного МВД на транспорте Дмитрий Курсанов. Имениннику вручили ценные подарки и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. Петра Короткевича призвали на фронт в 1942 году после окончания курсов связистов. Ему постоянно приходилось находиться под обстрелом. Рискуя жизнью, он не только носил катушки с проводами, но и обеспечивал восстановление линии, отвечал на вопросы командиров, докладывал обстановку. Победу Петр Игнатьевич встретил в Праге, а в мирное время служил в линейном отделе милиции на станции Новосибирск. Сегодня железнодорожники решили необычным способом рассказать школьникам о правилах безопасности на путях. Только с начала года под колесами поездов Новосибирской области погибли пять человек, из них один ребенок. Где новосибирцы чаще всего рискуют своей жизнью, в каких вагонах ездили богачи конца 19 века и чего боялись заключенные поезда тюрьмы, узнавал Александр Куршев. Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги прямо из кабины машиниста решили показать ученикам 4-й гимназии, какая опасность подстерегает людей, переходящих пути в неположенных местах. Самые травмоопасные участки на пути от Новосибирска до Берска – район станции Западной, платформа Плехановская. Пешеходы перебегают пути под красный сигнал перед самым поездом, хотя расстояние должно быть не менее 400 метров. Нельзя перебегать рельсы, особенно если едет поезд, и вообще это очень опасно. Нужно проходить по специальному переходу. Если же этого перехода нет, то и поблизости нет взрослых, то тогда нужно очень внимательно посмотреть направо, налево, чтобы убедиться очень хорошо, что никакого транспорта нет. Железнодорожные инструкторы в музее под открытым небом на станции «Сеятель» показывают детям, чем отличались паровые машины от современных электровозов. Последние работают на токе в 3000 ватт. Это тоже вопросы безопасности. Так называемые зацеперы – любители покататься на крышах электричек. Сегодня штраф за такие подростковые шалости может составлять до 300 тысяч рублей. Сейчас проводится месячник в преддверии летних детских каникул. Мы идем в школы, проводим разъяснительные беседы, проводим большую работу со школьниками, с их родителями. Как для примера, сегодня мы вывезли детей, пятый класс, в музей, для того, чтобы на практике показать меры безопасности при нахождении на железнодорожных путях. Музей на станции «Сеятель» – пожалуй, единственное место, где хождение по путям не является нарушением закона. Он насчитывает более 120 единиц железнодорожной техники. Визитная карточка музея – поезд конца 19 века для высокопоставленных чиновников. Здесь в каждом купе отдельная ванная, мягкая кровать, кабинет с мебелью – все из красного дерева. Помимо этого, вагон полностью бронированный. Уже по интерьеру понятно, кто были пассажирами этого вагона. 9 камер для перевозки заключенных. Очень мрачно. Купе 2 на 1,5 метра. Железные засовы. Особо опасных рецидивистов, склонных к побегу, до пункта назначения везли прикованными наручниками. Самым запоминательным было посещение вагон для тех, кто нарушал закон. То есть вагон тюрьмы. Там были отдельные места, где посещали, где были солдаты, которые наблюдали за нарушителями. И также были отделения для особо буйных. Первый отечественный скоростной электропоезд СР-200 разгонялся до 200 км в час. В конце прошлого века это был самый быстрый способ добраться по железной дороге из Петербурга в Москву. В 90-е годы это были самые комфортабельные вагоны. Кстати, если посмотреть на мягкие, роскошные сидения, то на них до сих пор сохранилась старая символика российских железных дорог. Во все времена железная дорога большое внимание уделяла вопросам безопасности и, конечно, профилактике детского травматизма. Сегодня экскурсия для детей закончилась. Осталось применить эти знания в жизни. Александр Куршев, Александр Горов. Новости ОТС. Другим темам. Ритуальное дело как искусство. В Новосибирске в девятый раз пройдет выставка похоронной индустрии «Белый тополь». Эксперты со всей России представят свои проекты, обсудят проблемы и перспективы развития отрасли. Подробности далее. Надгробие в виде мотоцикла, гитары или ангела. Создатели монументов сегодня готовы сделать все, что угодно. В целом ритуальная индустрия развивается. В Новосибирске на выставке «Белый тополь» эксперты со всей России делятся опытом и ищут новые направления. Выставка – это одно из направлений этой программы историко-культурной. «Белый тополь» пробуется в девятый раз, собирает гостей, отраслевиков со всей России. Географию мы тут называли от Санкт-Петербурга, Москвы и Минска до Хабаровска. Мы ждем гостей из Хабаровска. Семинары, мастер-классы по флористике, экскурсия в крематорий – программа насыщенная. Но кроме этого важно обсудить проблемы. Например, как исключить коррупцию, чтобы на ритуальном рынке работали только добросовестные компании. Выставка стартует 26 мая и продлится два дня. Ксения Петренко, Олег Сурков, Новости ОТС. Футболисты «Сибиряка» в первом матче полуфинальной серии чемпионата страны одержали непростую победу над подмосковным «Динамо». Командам не хватило основных 50 минут матча. Красно-белым по ходу встречи пришлось отыгрываться четырежды. Сначала благодаря мячу Романа Гловацких наша команда сумела перевести игру в дополнительное время 4-4. А уже за три минуты до окончания овертайма капитан «Сибиряков» Сергей Иванов сравнял счет 6-6. И подарил новосибирским болельщикам первую в этом сезоне серию пенальти. Практически безупречно в ней сыграл 19-летний голкипер «Сибиряка» Николай Балашов. Его спасение позволили новосибирцам повести в полуфинальной серии 1-0. Мы очень осторожно начали этот матч. Наверное, все-таки тяжело быстро перестроиться с одной команды на другую. Потому что понимали здесь очень большое количество мастеров. И порой они показывали нам свои агрессии, своих атакующих действий. Что они могут и посадить команду низко и обыгрывать. Поэтому здесь нужна в большей степени уверенность в себе. Добавлю, что в эти минуты в спорткомплексе Новосибирского архитектурно-строительного университета команды проводят второй матч серии. Выездные игры подопечные Евгения Куксевича проведут 22-го, если понадобится, 23-го мая. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Новосибирск. Новосибирск. Так временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в воскресенье днем плюс 18-20, в понедельник плюс 25-27. На этом о погоде все. А я желаю всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»